Добрый день! Сейчас мы посмотрим на экскурсию Объединенной Металлургической Компании. Называется ОМК, Объединенная Металлургическая Компания. Модель Стелла, которая вы фотографировали, изготовлена, кстати, Стелла фермерским художественным фондом, у нас он заказан, такая же стоит у нас еще на Русском заводе. Говоря про то, что мы входим в крупную компанию ОМК, у нее входит еще Русский металлургический завод, Челябинский трубный завод, Метельский завод, Благореченский завод и еще сейчас 3-й ремонтная компания. Это вообще по всей России родилась. То есть довольно такая большая компания. Основные эти производства, сплавное, прокатное, ресторанное, ресторанное, мы сегодня видели производство. Надо сказать, что завод построен французом. Он у нас здесь был дважды. Плодом нашего сотрудничества родилась вот такая книга, называется Великолепная камера, она фантастика на французском языке. Написал мы ее по многочисленным прорезам своих родственников французских о бизнесе здесь, на Урале, французов. Вокруг нас здесь мы стоим в 3-х веках. Вильба, Руссия, Часовая. Территория этой цивилизации начала осваиваться еще в 16 веке. С 16 веками эпилологическими предприятиями, медиплорильными предприятиями здесь, на Урале, в том числе, кстати, и соляными шахтами, владел очень известный российский род промышленников, предпринимателей в Крогановых. Вы наверняка знаете, любой пермский музей здесь посещаете, эта фамилия постоянно всплывает. В 1757 году случилось замечательное событие. Баронесса Александровна Стравлинова вышла замуж за Михаила Михайловича Голицына. Ну и, соответственно, по старой русской традиции, с приданным все старые уральские заводы перешли не менее известному русскому роду промышленников, предпринимателей, неценатов, а роду Голицыных. Попали в руки Михаила Михайловича Голицына, князя Михаила Михайловича Голицына. И вторая половина 18 века отличалась тем, что уральский металл непрерывным потоком шел на рынки Европы. Прежде всего на рынок Британии, но понятно, что доставалось и Франции, и Испании, и Греции, и все, кто там рядом, если Европа маленькая. Так вот, все было все замечательно, и заводы работали, да, но ровно до 61-го года. Это свое право, соответственно, выпускать продукцию по старым русским, российским технологиям было уже крайне невыгодно. И решать судьбу старых уральских заводов выпало уже на долю Сергея Михайловича Голицына. В данном случае портрет, который представлен его родственниками, замене Кузьминки в Подмосковье. Вот он здесь присутствует. И книга, кстати, с гербом, с родовым гербом князей Голицыных, она здесь тоже присутствует. Так вот, Сергей Михайлович Голицын очень быстро пришел к выводу, что существование производства по старым технологиям просто невозможно, проще закрыть завод. И он во Франции, в городе Лион, это один из крупных промышленных районов Франции, создает акционерное общество, которое так и называется, Франко-Русское акционерное общество железоделокных заводов. Акционерами выступают французы, соответственно, они же вкладывают деньги. Первое решение, которое принимают французы, это строительство нового завода по новым европейским технологиям, здесь, на территории берега и по часовым. За основу были взяты технологии лионских промышленных районов, вот здесь они как раз представлены, на говюрах паровой статонный молот французский и бронепрокатный стан французский тоже представлен. Почему именно эти технологии были взяты? Потому что в Лионе все заводы были очень компактными. Если вот сейчас набираете в гугл территорию часового, да, посмотрите территорию завода, вы увидите, да, не скажу, посмотрите территорию завода, она у нас практически зажата между двумя реками и городской инфраструктурой и горами, которые вы увидите. То есть, ну, по меркам промышленности довольно так, зажата. Соответственно, и были взяты вот эти вот технологии. Кстати, карта часовского металлургического завода, которую вы вот здесь увидите, она оригинал. На ней все надписи, кстати, на французском языке сделаны. Карта ее более 140 лет. Она, как видите, вот даже под галогеновыми лампами враг любого музейщика, да, она жива и здорова. Вот. Кстати, нарисована она не на бумаге. Не было бумаги в те времена такого формата. Вообще бумага была, дел параллель. Рисовали ее на батисте. Ну, женщины знают ткань. Одна из немногих. Я вот ее помню, когда работал на оборонном предприятии, мы батистам протирали вакуумные установки для производства подложек для микросхем. Она не остановилась. Сделал там, что Леонский банк, которым храним деньги акционеров и банкротится. Ну, соответственно, все деньги акционеров пропали. Нужно дать должное голиться. У нас создает новое акционерное общество. Там же во Франции. Нотариус не цельно принимает на хранение уставные документы этого общества. Называется оно уже КАО. КАНСКО акционерное общество. Железоделательных заводов. Акционеров французов он не взял. Но, как бы говоря современным языком, взял кредит в иностранном банке. Потому что нужно было деньги на приобретение оборудования. Ну, и, соответственно, покупая оборудование и технологии, более 70% отправления часовского завода были французы. В данном случае вот его фотография отправления как раз здесь представлена. 1909 год. И поселок французских специалистов. Вот если вы чуть подольше задержались, вы могли по берегу улететь, что вы у нас чуть же на проекте увидите эти дома. Но до сих пор стоят многие. Говорят, экспедицию Дмитрия Ивановича Менделеева, в том числе написано про часовской завод, о правильном выборе места. Расписка в Уральское горное правление, которое за год до начала строительства представил первый представитель французского общества о том, что есть намерение построить завод. Причем завод по производству рельсов, потому что как раз в 800-е годы отличались тем, что очень сильно развивался железнодорожный транспорт. Реками уже не удавалось сплавлять такое количество материалов, руды, готовой продукции. Поэтому железные дороги развивались. Изначально завод, конечно, строился как завод по производству рельсопродукции. Бородолысево. И вообще слово завод, завод, ассоциируется с тем, за водой. Да, заводы строили всегда рядом с водой, с жидкостью, как говорится, потому что силы падающей воды приводились в действие все механизмы прокатных станок. Чусовской завод, так как он был построен по современным европейским технологиям, был первый завод на Урале, который не зависел от воды. У нас изначально была паровая тяга, а чуть позже появилась своя электростанция, свои турбины в Брауэн-Поваре. Вот там, кстати, табличка осталась, это одна из них. Которые вырабатывали электричество, и завод, собственно говоря, с электрическим приводом был. Кстати, было очень сложно, меня спросите, где район Уближения. Вам любым пальцем покажут, потому что знает где. Знаете, как приклеилось, как Соликамск, да, вроде. Город по имени Соли, да, созданный. Вот, в общем, так же у нас район. Я, кстати, сжигался в безвоздушном пространстве в специальных печах древесина. У меня вот отец сюда в 60-е годы приехал, он говорил, здесь все вокруг, все эти горы, все было лысо, потому что все вокруг, весь лес выпилили. Где-то на стройку, а где-то в основном шел на уголь. То есть сжигали в этих печах древесину, получался уголь древесный, и, собственно говоря, использовали для плавки металлов его. Сейчас мы на этом угле шашлыки жарим. Продаются пятерочки. Древесный уголь. Быть у рабочих 30-40-х годов, да, я думаю, немногим она отличается от любого кровеческого музея. Телефонная станция, которая у нас появилась, в том числе связь была с трудниками установлена. Ну и витрина Великой Отечественной, посвященная. Все заводы Урала работали на победу. Мы выпускали вот такие головные части к снарядам «Катюш». Выпускали броневую сталь. Кстати, если были в Лысинском музее каски, там всегда говорят, что каски, несколько миллионов, которые выпускались, они делались из часовской стали. Более того, доподлинно известно, что немцы с наших плененных солдат, с убитых солдат снимали каски, вот эти лысинские одевали на себя, потому что они были гораздо прочные. Понятно, что за станками стояли женщины, дети, подростки, старики. Потому что новой рабочей силы не было. Самый крупный оборонный экземпляр, который вышел с Чусовского завода, это бронепоезд Чусовской металлург. Вот он здесь на фотографии представлен. Единственное, что если в поисковике набирать, он больше известен как бронепоезд Чёрст. Потому что в Тюрьме его переименовали. Хотя сейчас в Кроведы Горят появилась еще одна версия, что его переименовали в бронепоезд Котовский. Но мы больше к первой версии склоняемся. Потому что Чёрст и дошел до Клайпеды. Очень такой именитый боевой путь. Если наберете, сколько он там живой силы положил, сколько годов для вас. Понятно, началась вот такая золотая медаль с барельефом Голицыным. Вот такая статуэтка из уральского камня Змеевик с символическим рукопожатием рабочей вачаги и рыцарской перчатки. Голица, она так и называлась, от слова Голица. Голица, рыцарская перчатка. Но помимо этого, конечно, денежная составляющая была. За третью премию 1000 долларов в рублевом эквивалентке, за вторую 2000, ну и за первую премию 3000 долларов. В рублях. Сейчас премия у нас единая в компании. Премия имени братьев Батышовых. Это создатели Выксунского металлургического завода. Тот завод еще старее, там 240 лет уже, по-моему, перевалило. Вот, и вручается она в Выксе, соответственно, вот, но раньше вручалась вот здесь. У нас в Часовом, вот, в торжественной обстановке, с военными оркестрами, со звездами эстрады, то есть, все как положено. Такая премия Грэмми была. Совершенно верно. Это крест, посвященный подвигу русских солдат, переходу через Альпу известному. Вообще Швейцария, как государство, одно из богатейших государств Европы, в принципе, существует, имеет свою автономность и независимость, только благодаря этому переходу. Иначе, ну, это был бы кусочек Франции. Вот. Но благодаря переходу наших русских войск и генералиссиум Сосуворова, они оттуда вышибли французов, и, соответственно, швейцарство до сих пор свято хранят эту память и очень чтут ее. Хотя, если я, конечно, буду погружаться в историю, у нас нет времени. Там тоже не все так просто. Так вот. Там золотыми буквами, полутораметровыми, как говорится, русскими буквами написано, что крест посвящен подвигу русских солдат. Но нигде ничего не написано. Откуда взялся крест-то? Он ведь возник через сто лет после этого подвига. А на нас в 2019 году, вот в 2019 году вышла у нас соотечественница, которая заведует русским направлением музея Суворов Хаус. Это недалеко в селении Андермарк, в Швейцарии, недалеко от чертовых ворот вот этих. Там воссоздана полностью обстановка штаба Суворова. И она, работая в архивах Швейцарии, обнаружила очень интересный факт. Оказывается, этот крест, кстати, он по тем временам, он даже по нынешним временам огромный, только высота креста 12 метров, без постамента. Оказывается, этот крест создан на деньги и по личной инициативе у меня здесь Сергея Михайловича Бритсина, создателя Чушевского металлического завода. Вот она через Фейсбук вышла на руководство компании, руководство компании соединило нас с ней. Мы обсудили эту тему и решили эту несправедливость устранить. И у нас в 2000 году мы в присутствии чрезвычайного полномочного косла Российской Федерации, Гармина, присутствии главы компании Атолия Михайловича Седыха, вот он тут слева стоит. В присутствии военачальников Швейцарии в торжественной обстановке открыли рядом с этим крестом присандалили вот такую полутораметровую доску. Изготовили мы ее, кстати, традиционно. Крест изготовлен по эскизу питерского архитектора, ему тоже, у питерского архитектора Павла Петровича Игнатьева, потомственного архитектора, заказали изготовление вот такой доски с барельефами князя Голицына, волхернская икона Божьей Матери, наиболее почитаемая икона в имене Кузьминке, в родовом имении. Ну и на двух языках, благодарность потомков, молитва к этой иконе. Если по центру посмотрите, логотип Чусовского завода, ну, компании ОМК, и написано в благодарности от потомков создателя Чусовского металлургического завода. В 2000 году мы эту доску в присутствии, как говорится, вот этих референтных личностей торжественно открыли. Причем у нас, конечно, обида некоторая существует у нас в предпрошлом губернаторе. Вообще у нас мы огромную работу проделали, потому что, представляете, в Питере изготовить, переслать в Москву, Диппочтой переправить в Швейцарию, в Швейцарии договориться, чтобы это все установили. У нас должны были ехать наши пермские суворовцы на это открытие. Ну, у нас при прошлом губернаторе, как всегда, вот, знаете, это же Швейцария, это же деньги, это же сколько командировочных, переезды. Поехали московские суворовцы, целый ансамбль, неделю там выступал, раздавал автографы, довольно счастливо вернулись. Ну, вот, для нас, конечно, обидно, но, тем не менее, мы, как говорится, историческую точку поставили, и сейчас, если вы там будете, в селении Андермад, пожалуйста, можете посетить. Более того, несмотря на дороговизну Швейцарии, это территория Российской Федерации. Там можно разбить палатку и переночевать бесплатно. Все-таки крест, он отлит на Чусовском заводе? Нет, он вырублен в скальной породе. Загружалась в дом. Действующий макет доменной печи, как это все работало. С шехтового двора, вот отсюда, через колышник, загружалась вот эта шехта, снизу подавалась горячая дутья, разогретая вот в скалперах таких, как, знаете, как термоподы своего рода. Вот, в них нагревался воздух и подавался газ. Газ, так, выключил, тоже не могу кричать. Газ подавался снизу. В этом слоеном пироге начинал гореть кокс. Соответственно, возникали химиково-восстановительные реакции, вниз стекал чугун. Пробивали ледку, чугун выпускался, так как он более тяжелый, шлак, так как более легкий, выпускался в другую сторону. То есть, просто переключали ледки песком и в другой, как говорится, шлаковоз, жидкий шлак стекал. Шлак использовался в дальнейшем для производства ванадия. Вот, а чугун, вот вы чушечки видите, они почти в 100 раз уменьшены. То есть, реальная чушка навесила килограмм 45, но вот выглядело приблизительно так же. Как товарный продукт, как говорится, продавался, так же использовался для производства стали. Как из чугуна получить сталь? Первый этап, кто-то знает, мы сталкивались. Чугун, материал твердый и хрупкий. Если бы материал кувалды стукнуть, она вкуснее, правильно? А сталь более пластичная, более гибкая. Как из чугуна получить сталь? Чугун, вообще его свойства физически обусловливает, что? Если у микроскоп смотрится, увидите много черных включений. Черное включение – это углерод. Вот именно углерод придает чугуну твердость и хрупкость. Чтобы получить сталь, первое, что нужно сделать, нужно вытравить каким-то образом углерод. Как это делается? Делать, ну, в современных условиях, это делается с помощью бессомеровских ключей. То есть, вот бессомеровские конвертера, вот они здесь на фотографии, это груша размером с эту комнату. Внутри футерована неупорным кирпичом. Она может вращаться, как карусель, вот так, на 360 градусов. Снизу груши-бирки, фурмы. Через них под большим давлением подойдется воздух, обогащенный кислородом. Фурмом заливается жидкий чугун, и через жидкий чугун прокачивается кислород. Соответственно, все это дело выгорает. Раньше, вот, часовской завод можно было за несколько километров увидеть по желтым хвостам, потому что мы все говорим, ну, все, гадит экологию. Но сейчас нету этого. Так вот, после того, как продувка осуществилась, раньше школьники просто, знаете, все классно руководителям, только на продувку попадите, только на продувку попадите. Потому что зревище такое, там 20-метровый столб огня, как вот сопло ракеты, самый настоящий. После того, как продувка осуществилась, это был уже не чугун, но еще и не сталь. Это был полупродукт, вот так и называли, полупродукт. Вот этот полупродукт заливался в мартеновские печи, и в мартеновских печах варилась сталь. Вообще, слово-то, почему варилась? Не плавилась, а варилась. Потому что мы реально варили, как суп. То есть заливали туда полупродукт, добавляли металлолом, и методом проб, вот здесь на фотографии, как раз, столевар берет пробу, маленькие порции металла брали, сливали, сделали такие чушечки, застывали, они отправляли в хим-лабораторию, в хим-лабораторию, добавьте там марганца. Чуть-чуть добавляли марганца, снова брали пробу, так, добавьте там алюминия, добавляли алюминия, и, короче, пока не добивались какой-то определенной марки стали, суп вот этот варился. Как только он сварился, с обратной стороны мартеновских печей пробивали ледки, выпускали, застывало в изложницах, ну и, соответственно, дальше шло на прокатку. То есть уже прокатывали, получали какой-то продукт. Так вот, практически некленная суконка Столевара, вот вы сейчас спецодежду, когда прошли, видели черную одежду, темную такую, вот это современная одежда в хлопчатобумажном. Раньше все ходили вот в таких суконках, даже такая шутливая поговорка была, походка Столевара, потому что все от привала в таких штанах. Так вот, когда, как говорится, суконки были, сейчас они, понятно, что это дорогой материал, по-нашему, да, это же шерсть настоящая. Сейчас все-таки синтетические материалы, хлопчатобумажные, специальная пропитка использовалась. Ботинки с металлическим подноском старенькие, просто, это вы сейчас действительно надели, но вместо кассок, кассок не было, вот такие накладки были. А вот веники, думаете, для чего? Стряхивать, искра, ну да, приблизительно такие версии звучат. Дело в том, что пока еще господин бессмерт не изобрел конвертер, не было конвертеров, как у городка? Панток? Нет, просто в расплавленный металл бросали огромное количество веников. Они быстро сгорали, но, соответственно, часть их городов летучего. Я вам помню, про леса говорили, что их нет. В банках. В прямом смысле? В прямом смысле. Вот такие концерны банки, бочки такие жестяные. Вот такой, как щебенка, покрашенная серебрянкой. 50% ванадий и 80% ванадий. Вот, я уже вам рассказывал, что используется, как эгирующий элемент. А получается вот такой блестящий металл вот из такого камня. Это швак. Методом выщелачивания получается. То есть, достаточно длительный цикл. Вот, оборудование, которое применялось с химлабораториями, да, это микроскопы и спектрографы, всевозможные, стелоскопы. Вот, конечно, сейчас это уже не применять, сейчас все компьютеризировано, везде стоят там всевозможные цифровые устройства, которые позволяют за секунды определить качество металла. Это не компьютер, это терминал. Компьютер из себя представлял два вот таких шкафа, в них вращалось четыре вот таких жестких диска. Таких, там, сколько их там, 10 дисков. Объем, кстати, всего вот этого 29 мегабайт. Вот этого хватало, ну, четырех дисков хватало для того, чтобы обработать текстовую цифровую информацию работающего предприятия. Первые электрические печатные машинки, счастье для любого, как говорится, секретаря, да, что ногти не надо было ломать, потому что кнопочки все-таки помягче. Почему назывались ромашка? Потому что буковки вот так ромашкой располагались, быстро диск поворачивался, баек бил, и, соответственно, оттиск буйну бумаги. Ну и то, что сейчас в любом смартфоне, да, калькуляторы, в том числе... Они работают еще, да? Конечно. И печатают еще? Если ленту зарядить, будет печатать. А что, печатают расчеты? Расчеты, да. То есть полностью некоторые умеют им пользоваться, я вот не умею. Как-то крутится, тут складывается, да, это калькулятор. Феликс.